Дорогие, если кто-то помнит, что я в сентябре прошлого года стояла здесь и рассказывала вам о своей болезни, об исцелении. И сейчас я хочу рассказать вам об одном чудесном откровении, которое я получила в течение вот когда я проходила это лечение. И прежде я вам засвидетельствую, что в декабре прошлого года, 15 декабря, я была снята с учета в онкологическом центре. Вот. Слава. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Боже. И я много читала Евангелия, много читала об исцелении. И я постоянно вспоминала вот эту женщину, которая была исцелена, болела 12 лет и была исцелена чудесным образом. И я все перечитывала это местописание, и вот у меня возникал вопрос. Господь, ну как она почувствовала? Как она поняла, что она исцелена? Что в ней внутри произошло, что она поняла, что она совершенно полностью здорова? И вот я постоянно возвращалась к этому местописанию. Это описана, эта история, вы ее все знаете. Она описана у Матфея, у Марка, у Луки. Но полнее всего вот она изложена у Марка. Это 5 глава, 19 стих. Так, я не взяла свои листочки. Не надо, не надо и так. Вот. Тот час иссяк у ней источник, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни своей. И вот тот час иссяк источник, и она поняла, что она исцелена. И вот меня просто преследовали эти слова. Господь, как она поняла? Иисус, ну что в ней произошло, что она поняла? И вот однажды, это было, я принимала очередной курс химиотерапии. На утро я просыпаюсь, стою с постели. И понимаете, вот всем своим существом, вот от макушки головы до подошвы ног, каждым органом, каждой частью я чувствую, что я здорова. Вот здорова. Я говорю, Господь, так вот ведь как она поняла. Вот ведь что с ней случилось. И, дорогие, вот я хочу помолиться вот именно этим местописанием. Вот какая бы неприятность в нашей жизни не происходила. Это не только болезни, это не только немощи, все негативные ситуации. Все, что тревожит наше сердце, все, что нам как-то удаляет нас от Бога. Бог, Бог, Целитель, Бог, Целитель. Он Сам так сказал. И я буду молиться. Господь, Ты Сам сказал, что Ты Целитель наш, Божий. И мы приняли это слово, Господь. Мы уверовали, Божие, во имя Иисуса Христа, что Ты послал Своего Сына, Господь, чтобы Он исцелял наши жизни, наши тела, наши души, Господь. Ты вложил в нас Свою веру, Господь, веру Божью. И мы приняли и уверовали, Бог, что Сам Иисус Христос взял на Себя наши немощи, понес все наши болезни, избавил нас от грехов, от проклятий, от всего, от всякого негатива, чтобы мы жили для правды. И ранами Его мы исцелились. Мы искуплены от проклятий закона, все наследственные болезни, все, все, что приходит от этого мира, от нашего какого-то неправильного размышления, от нашего врага. Оно все понесено на крест. Оно все распято на кресте и не имеет никакой власти над нашими жизнями, над нашими телами, над нашими душами. Мы принадлежим единственному Богу. Дорогие, и вот следующий стих он говорит, что когда Иисус почувствовал ее прикосновение, из него вышла сила. И вот понимаете, вот эта сила одной женщины, она высвободила вера, вера одной женщины, она высвободила силу исцеления. Вот посмотрите, как нас много, мы целая церковь, мы его тело. Вот я вас призываю сейчас, соединимся верой, нашей верой, будем просить за все наши немощи, болезни, за все, что есть неправильного в наших жизнях, чтобы Бог прикоснулся сейчас к нам и каждого исцелил, каждому принес исцеление, освобождение. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, что все оковы они пали, все цепи они разбиты, все веревки они исцлели, Господь. Все это на кресте, Бог. Мы благодарим Тебя. Мы славим и превозносим, что Ты наш целитель, Ты наш искупитель, Ты наш освободитель. Ты наша сила, Ты наша помощь, Ты наша защита, Ты наше обеспечение. Все, что нам нужно в жизни, Господь, в Тебе полнота. И мы молимся и просим, Господь, чтобы источник всякой негативной ситуации, источник всякой боли, всякой хвори, всякой немощи, прямо сейчас иссяк в наших телах. Господь, позволь нам во имя Иисуса Христа ощутить сейчас, Господь, принять верой, Боже, и ощутить Твое божественное, совершенное, абсолютное прикосновение к нашим телам, к нашим душам, к нашим жизням. Во имя Иисуса Христа, Господь, всю славу мы воздаем только Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за кровь Христа. Мы благодарим Тебя за каждую рану. Мы благодарим Тебя, Господь, за каждую каплю крови. Тебе вся слава, Господь. Мы Твой народ. Ты наш Бог, Господь, сейчас, сегодня и вовеки, да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Верьте драгоценные и получайте. Аминь.